Микроспория, либо лишай, как в народе его называют, либо стригущий лишай. Это грибковое заболевание, которое поражает кожу, волосистую часть головы и очень в редких случаях ногтевую пластину. Основным источником инфекции являются зараженные коты, реже собаки. Заболевание передается при прямом контакте с зараженным животным и здоровым человеком. Чаще всего болеют дети, это связано с их естественной предрасположенностью, в связи с тем, что защитная функция кожи у них снижена и они более уязвимы к дерматофитиям, то есть к лишаю, либо грибковым заболеваниям. Какие основные симптомы данного заболевания? Выделяют две формы. Микроспория гладкой кожи и волосистой части головы. При микроспории гладкой кожи наблюдаются очаги округлой формы, которые имеют четкие границы в диаметре от 1 до 2 сантиметров, могут быть и больше в зависимости от длительности данного заболевания. В центре имеют розовую поверхность и небольшое шелушение, по периферии красный венчик. Также это заболевание сопровождается зудом кожи. Также у нас есть микроспория волосистой части головы. При этом заболевании наблюдается очаг до 5 сантиметров округлой формы, волосы в центре обломаны, как бы сострижены, отсюда и название стригущий лишай. Если не лечить данное заболевание, возможны осложнения в виде присоединения вторичной инфекции, могут развиваться очаги пиодермии, микробных экзем, вплоть до того, что в данном участке волосистой части головы могут образовываться очаги аллопеции, то есть лишены участки волос. Диагноз микроспория ставится на основании клинической картины, а также на основании анамнеза. Мы уточняем, был ли контакт с бездомными животными, либо, возможно, ребенок ездил в деревню, как правило, нам так рассказывают. И это уже дает нам основания для того, чтобы задуматься, что, скорее всего, здесь микроспория. Дальше мы назначаем обследование соскоб кожи для посева на питательную среду и исследование данного материала. Также для диагностики мы применяем лампу Вуда, в которой видим зеленое свечение в очагах поражения. Лечение микроспории делится на два вида. Если лечение микроспории гладкой кожи, тогда мы применяем наружную терапию в виде противогрибковых мазей с чередованием спиртового раствора йода. Если мы лечим микроспорию волосистой части головы, в этом случае мы применяем таблетки противогрибковые вместе с наружной терапией. В случае присоединения вторичной инфекции назначаем антибактериальную терапию. При выраженном зуде назначаем антигистаминные препараты. Также при приеме противогрибковых препаратов обязательно контролируем общее состояние ребенка и смотрим анализ общей крови и биохимический. В случае необходимости добавляем гепатопротекторы и пробиотики. Хотелось бы порекомендовать не заниматься самолечением, так как дозировка препарата подбирается с учетом возраста и веса вашего ребенка. Поэтому, дабы не ухудшить состояние, лучше обратитесь за помощью к врачу. Лечение данного заболевания длительное от двух до шести недель, поэтому ребенок должен быть изолирован в данное время, не контактировать с другими членами семьи, а также все предметы, с которыми контактировал ребенок, должны быть продезинфицированы. Если у вашего ребенка микроспория гладкой кожи, дабы не распространить инфицирование в волосистую часть головы, собирайте волосы вашему ребенку в пучок, если это девочка, потому что лечение волосистой части головы микроспории намного сложнее, чем наружное лечение микроспории гладкой кожи. По профилактике очень важная часть данного подхода к лечению. Обязательно объясните своим детям, не нужно контактировать с бездомными животными. Даже в случае, если ваш ребенок проконтактировал с бездомным животным, придите домой, снимите верхнюю одежду и постирайте ее на высокой температуре. Тщательно вымойте рудли. После посещения парикмахерск обязательно по приходу домой вымойте голову горячей водой с шампунью. Продолжение следует...